МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. На разных языках об общих целях. В Чебоксарах прошел форум Ассоциации вузов Волга-Инзы. Лето, каникулы, гипс. В Чувашии резко возросло количество детских травм. От южных морей до полярного края. С водной хоры по всей стране спели гимн России в честь Дня славянской письменности. Заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате Волга-Инзы завершилось. Участники разъехались по своим регионам, чтобы продолжить работу на местах. Увиденное в республике впечатлило китайскую сторону. Делегации из Поднебесной вместе с главой Чуваши и полпредом президента России в нашем округе побывали на кондитерской фабрике и в национальном музее. Для гостей устроили специальную экскурсию по производственным цехам. Здесь работают 50 современных технологических линий, выпускающих свыше 500 наименований сладкой продукции. Ежегодно фабрика наращивает объемы, расширяет географию рынка сбыта, в том числе и за рубежом. С Китайской Народной Республикой окон связывает тесное и плодотворное сотрудничество. Кондитерские изделия поставляют в Китай с 2016 года, а из месяца в месяц динамика продаж растет. Сразу после этого гости посетили Чувашский национальный музей. В фондах более 200 тысяч самых разных экспонатов, в том числе посвященных быту и кладу жизни древних чувашей. Национальные костюмы и украшения чувашской вышивки, интерес к нашим раритетам был неподдельный. Особое внимание посетители обратили на экспозицию, рассказывающую о жизни и деятельности монаха и Акинфа. В миру Никита Яковлевича Бичурина, известного китай-веда. В Чебоксарах завершил свою работу и второй форум Ассоциации вузов Волга-Инзы. Два дня участники обсуждали механизм взаимодействия в различных научных сферах. В дискуссию включились и полномочные представители президента России в ПФО Игорь Комаров и член госсовета КНР Ван Юн. 50 вузов регионов ПФО и 29 вузов Китая. Ассоциация успешно работает два года. Одни из активных участников объединения – преподаватели студенты ЧГУ имени Ульянова. Здесь часто звучит китайская речь. Работает программа обмена, проводятся фестивали и летние школы. Мы узнаем организацию процесса образовательного, научного, как исследования проводятся, какие ресурсы на это направляются, какие стимулы есть для занятия наукой и взрослыми, и молодыми учеными. Поэтому вот это взаимное узнавание, я думаю, что оно имеет большие перспективы с тем, чтобы нашу российскую систему образования сделать лучше. Для самого выпускника, безусловно, это важно, высоко конкретно способный специалист. Медицина, биология, биотехнология, сельское хозяйство, ядерная энергетика – вузы охватывают все больше направлений. Создание ассоциации позволило придать новый импульс отношениям между нашими странами, развивать действующие и инициировать новые проекты, объединить на принципах сетевого взаимодействия усилия и ресурсы вузов ПФО для повышения качества и результативности международного сотрудничества. Важную роль совместных научных разработок отмечают обе стороны. Молодежь – это будущее наших стран, в том числе будущего облика двухсторонних отношений между Россией и Китаем. Поэтому так высока роль высших учебных заведений России и Китая в развитии формата сотрудничества Волга и Инзы. На ассоциацию возлагается важная миссия – повысить инновационный потенциал, укрепить международное сотрудничество, разрабатывать передовые технологии для внедрения во все сферы жизни двух стран. Поэтому и тема второго форума – ассоциации вузов «Надежный фундамент» для российско-китайского межрегионального сотрудничества вполне понятна и логична. В Чебоксарах собрались представители большинства вузов, членов ассоциации. Участники обсудили вопросы дальнейшего развития программ преподавательских и студенческих обменов, публикации научных трудов, совместные образовательные программы. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. Чебоксарский международный кинофестиваль прошел на высоком уровне. Так говорят члены жюри, участники и почетные гости. Сегодня они встретились с главой региона, чтобы поделиться впечатлениями и планами. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В образе Мерлин Монро не сразу и узнаешь актрису Янину Мелехову. Звезда театра и кино стала специальным гостем фестиваля. Чаще всего она играет эпатажные роли. В эти дни на большом экране ее недавняя работа в картине «Между нот» или «Тантрическая симфония». Для режиссера Бориса Грачевского это был своего рода эксперимент. Впервые за долгие годы он снял не детское кино. На актеру работать с режиссером, который умеет наладить контакт с малышами и как бы чувствовать всю эту правду, мне было очень комфортно. Мне он не давал грустить и задумываться ни на секунду. Это еще плюс от того, что героиня такая. Разумеется, если бы мой персонаж был драматический более, я понимаю, что была бы другая атмосфера на площадке. У меня была творческая встреча в Институте культуры. Многие были тоже на картине и много очень хороших слов. Люди плакали. Кинопоказы в дни фестиваля проходили с аншлагом. И это приятно удивило гостей. На одном из фестивалей последних, на работе которой я участвовал, практически к концу картины осталось в зале только жюри. Вот так вот зритель на наши усилия отвечает. И вот здесь видеть полный зал и слушать после просмотра, даже во время просмотра, некоторые реплики, это самый лучший итог для нас. Молодежь была. Вот это особенно отрадно. Для фестиваля была подобрана и разнообразная программа, отметил глава региона. В этом году лучшие картины выбирают из 28 работ. Большая конкуренция в конкурсе этнического и регионального кино. Те картины, которые показывали отзывы у наших зрителей, очень хорошие. Народ наш доброжелательный, это вы, наверное, почувствовали. Это очень здорово. Выражая огромные слова благодарности, хочу пожелать вам дальнейших творческих успехов. Михаил Игнатьев поддержал и инициативу гостей изменить формат фестиваля, чтобы кинопоказы проходили и выходные дни. В принципе, фестивали открываются в четверг или в пятницу, а вот если открываться в четверг вечером, в пятницу, субботу и воскресенье конкурсы, значит, эти самые показы. Считайте, что мы договорились. Спасибо. Известный бард и композитор Григорий Гладков предложил провести в Республике масштабный фестиваль детского кино. Автор пластилиновой «Вороны» приехал в Чебоксары еще и с концертной программой. Полный зал, был детей, конечно, дети замечательные. А у меня есть пластинка «Чудетство» называется на стихе Михаила Яснова. Это детский поэт из Петербурга. Он придумает новые слова, новый язык. В «Чудетство» откроешь окошки, счастливень стучит по дорожке, цветет веселютику речки, и звонко поют соловечки. Я говорю, ребята, из каких двух слов состоит слово «чудетство»? А мы в разных регионах собираем. Они мне закричали «Чуваша и детство». Ура! А известная актриса и телеведущая Ангелина Вовк приняла предложение провести церемонию закрытия фестиваля. Легендарный диктор признается, что могла бы стать и кинозвездой, но довелось сняться только в одной картине. Принимаю участие в открытии и закрытии замечательного фестиваля в Гатчине, литературы и кино. Меня очень часто приглашают на кинофестивали, потому что, во-первых, я по образованию актриса и снялась один раз только в кино. Фильм был «Прощай». Ну, это было давно, конечно. А потом я вышла замуж, и мне муж мой запретил сниматься в кино. Гости фестиваля признаются, что республика и ее столица поразили чистотой и гостеприимством. Помним прошлое, все это настоящее, смотрим в будущее. Ура! Дмитрий Ковалев, Галина Титарчук, Андрей Шоклев и Андрей Спиридонов. Республика. О самом сокровенном в рамках кинофестиваля в Чебоксарах состоялся творческий вечер народного артиста России Виктора Сухорукова. Актер характерный и ни на кого не похожий собрал в Чувашском театре оперы и балета. Полный зал. Сам актер признается, что подобные вечера устраивает очень редко. Никакого сценария специально не пишет. Под рукой только небольшая шпаргалка и уникальные фото из личного архива. Как кадры из фильма. Фильма, который Сухоруков снимает сам про себя. На счету артиста более 80 картин, десятки ролей в театре. Бандит, праведник, император, заговорщик и все это яркие и харизматичные образы. Но несомненно, самая популярная его роль – Виктор Багров в фильме Алексея Балабанова «Брат и брат 2». И, конечно, он не мог не рассказать об этой роли и о том, как ему работалось в компании Сергея Бодрова. Балабанов назвал детенькой. Даже если он посылал меня матом, он всегда посылал меня матом на Витиньку. Сергей называл, идешь и говорит, видишь, вот я хочу быть режиссером, если я стану режиссером, ты будешь у меня сниматься? Я говорю, только позови. Не позвал. Мы расстранимся плохо, не попрощавшись. И я этого искренне не говорю. Честен и исповедален, вертляв и потажен. Так с ироничной улыбкой говорит про себя артист. Свои мысли о жизни и смерти Виктор Сухороков часто записывает на бумаге. На вечере он прочитал самые трогательные отрывки из своих произведений. Перон и на перон, из жизни в жизнь шагнув, я сам себя встречал под чистотой небес. И прошлому вдогон, сердечно подмигнув, пошел, нет, побежал в другой осенний лес, в новой шляпе. Его стиль узнаваем, а песни, которые он исполняет, запоминаются надолго. Актера долго не отпускали со сцены. Виктор Сухороков поблагодарил за теплый прием и пообещал, что обязательно приедет в Чубаксары еще раз. Галина Титарчук, Борис Андреев, Республика. Лето в этом году пришло на месяц раньше. Как только стало тепло, дети начали кататься на велосипедах, самокатах, скейтах, играть в подвижные игры. Как следствие, резко возросло количество обращений в травмпункты столицы. Привет, девчонки! Ой, Баранкин, что у тебя с рукой? Подскользнулся, упал, очнулся, гипс. Вовка, бедненький, вообще. Какой ужас. Именно дети чаще всего попадают в травмпункт. Ушибы, переломы, раны у врачей своя статистика. Чем теплее на улице, тем больше пациентов. Дети в основном попадают как в первую половину дня, до четырех, до трех часов посыпают. Дети старшего возраста где-то с восьми лет до шестнадцать-семнадцать лет. В шести вечера обращаемся уже дети младшего возраста. Когда Рейчер заберет детишек с садика или гуляет с детишками во дворе. По недосмотру дети падают зачастую с горок, с качелей, вообще с каруселей. Это дети до пяти, до шести лет. С восьми, двадцать и одного часа дети, которые не уложили вовремя спать. Это младшие дети уже. От нуля и так далее. Травмпункт, пожалуй, самое популярное место в больнице. Не менее семидесяти обращений в день. Если раньше рекордом считалось принять около ста двадцати, то сейчас в сутки больных бывает почти в два раза больше. В травмпункт приходят как на первичный прием, так и повторно. Например, маленькая Алиса сейчас лежит в травматологии вместе с мамой. У нас все банально. Мы упали с табуретки дома. У ребенка с отрясением мозга. Вот уже четвертый день мы лежим. Но врач наш лечащий Владимир Николаевич сказал, что завтра уже нас выписывают. Все хорошо. Семилетний Алекс неудачно упал в школе. Результат – перелом пальца. Я вспомнил палец. Ну, мне про него прокатились рукой. У меня там кость рассыпалась. И половина там сломалась. И меня положили. Сейчас рука не болит. Мы уже выписываемся, а палец болит. Теперь я не буду бегать, ничего себе ломать. И не буду больше сюда попадать. Более 500 тысяч ежегодно попадают в травмпункты. По статистике, от несчастных случаев умирает больше детей, чем от инфекций. Поэтому предупреждение травматизма – важная задача. Особенно во время каникул, когда у детей больше свободного времени. Они чаще находятся на улице и остаются без присмотра взрослых. Причины травм довольно типичны. В основном это неблагоустроенность внешней среды, халатность взрослых, неосторожное поведение ребенка во время игр и занятий спортом. Поэтому все специалисты в один голос твердят – не оставляйте детей без внимания. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика. Сегодня во многих школах Республики прошли праздничные линейки, посвященные окончанию учебного года. В этом году последний звонок прозвенел более чем для 6 тысяч 11-ти классников и 12 тысяч выпускников 9-х классов. Наша съемочная группа побывала в Чебоксарском районе и познакомилась с выпускниками Синьял-Покровской школы. В этом году 11-й класс здесь заканчивают 18 человек. При этом три выпускника претендуют на получение медали за особые успехи в учении. Среди них и Иван Иванов. У молодого человека большие планы на жизнь. Я очень хочу поступить в Питере, в Санкт-Петербургский государственный университет. Хочу получить специальность пилота, но и для этого мне нужно стараться. Конечно, будет не хватать всего этого. Все-таки, когда дома учишься, в родном городе учишься, ты можешь приезжать к какой-то маме, а так тут будут разделяются километры, и будет грустно, печально, будет не хватать ее очень сильно. И все-таки, я думаю, она мне сама говорит, что нужно поступать туда, куда хочешь, потому что от этого зависит твоя дальнейшая судьба. Потенциальные медалисты Никита Малышев и Иван Кириллов тоже планируют учиться за пределами родной республики. Стараюсь поступить в Санкт-Петербургский государственный университет на юридистике факультета. Ну, я же решил выбрать направление все-таки архитектуры, так как я достаточно длительное время занимался там художественным, скажем так, искусством, и в итоге я планирую, если все будет удачно, а я на это надеюсь, поступить в Казанский архитектурный университет. И пока дальнейшие планы только на поступление. Последний звонок звенит озабоченно, в сердце вбиваю память тягней, когда за дрожащую руку меня-то в класс первый помнишь, когда ты вела. Слезы на глазах в этот день не только у вчерашних школьников, но и у их родителей и учителей. Мой третий сын заканчивает школу, надеемся, что с золотой медалью. Ну, конечно, все зависит от того, как он сдаст экзамены. И надеемся, что удачно получится. Очень волнительный день. С утра очень тяжело. Тяжело отпускать его. Потому что до сих пор, я в школе работаю до сих пор, все время с первого класса было у меня на виду. А вот сегодня уходит волнительно очень. Впереди экзамены. В понедельник начнется основной этап ЕГЭ. 27 мая выпускники напишут госэкзамены по географии и литературе. Первый обязательный экзамен. Математика 29 мая. Русский язык. Его тоже сдают все. 3 июня. Остальные предметы по выбору. Галина Титарчук, Алина Сусметова, Валерий Резюков. Республика. Россия сегодня отмечает День славянской письменности и культуры. Русский алфавит, письмо дали толчок развития нашей большой страны. Славянский алфавит создали в 863 году два брата. Старший Мефодий и младший Кирилл. Для этого они адаптировали алфавит греческий. В честь одного из братьев азбуку назовут кириллицей. День славянской письменности и культуры имеет статус церковно-государственного праздника и свои традиции. Так в этот день сводные хоры по всей стране исполняют гимн Российской Федерации. В чебоксарах на Красной площади звучали больше тысячи взрослых и детских голосов. Приехали со всей республики, с удовольствием участвуют в этом мероприятии. Они специально к этому готовятся. Конечно, это сложный проект и требуется огромная хормейстерская работа. Мы проводим эти репетиции и вот сегодня наблюдаем результат этого труда. Звучал гимн нашей республики и известные любимые россиянами песни. Задавал настроение народный артист России Марис Еклашкин. Я живу в поселке Ворнара городского типа. Всегда мечтала попасть сюда. Вместе с Россией День славянской культуры и письменности сегодня отмечают в Болгарии, Белоруссии, Македонии и на Украине. Таким стал последний рабочий день этой недели. Далее полезная информация. Я желаю вам хороших выходных.